всем привет на sonic model binary я отлетал уже три вылета два из них с полностью работающими gps компасами и прочими датчиками датчиком воздушной скоростью сонаром и теперь настало время посидеть за компьютером и проанализировать журналы полетов что я сейчас сделаю и покажу вам что можно узнать и как можно узнать из журнала полетов орду пилота итак у меня загружена два блога программе apm planner мне она порой больше нравится в контексте анализа именно логов что можно проверить для начала конечно же интересно правильно ли у меня выбрана развесовка для первого полета я руль высоты маленько задрал вверх я искал информацию на форумах в чатах но так что мне никто не ответил как должен быть находиться роль высоты в нейтральном положении или прямо или маленько задрот вверх и где-то на ком-то форуме и нашел что вроде как он должен маленько быть задрот вверх что я сделал маленькая вот так вот задрал и напоминаю что я взлетал с земли так как у меня не работал не датчик воздушной скорости не gps самолет не знал ничего о скорости и триммировать сам автоматически он не мог вручную я ничего не триммировал но при проверке в мануале было установлено что самолет кабрирует то есть задирает нос это могло быть по двум причинам первое то что задняя центровка вторая причина то что я вот как раз руль высоты поставил на набор высоты во втором полете я руль высоты поставил в нейтральное положение строго горизонтально и проверил собственно триммирование и сейчас проверю что у меня случилось с центровкой для этого я строю график питпи . ай я вижу что график питпи . ай примерно находится плюс-минус возле нуля то есть нет такого что он постоянно больше нуля или постоянно меньше нуля то есть можно сделать вывод что с центром тяжести я попал куда нужно далее вот есть небольшой участок полета в мануале это видно по секундам что 45-650 то есть это 5 секунд пролетел в мануале прямо не трогай стики и если вывести графики идите дизрол рул видно что поролу он примерно надо их масштабировать еще поролу маленько заваливался все таки в сторону но там был ветер 10 километров в час возможного просто маленько сдувало вот какие-то мануал же и ds pitch pitch видно что по пичу он тоже принципе летел ровно сначала был небольшой нос вниз потом в нос вверх в целом около нуля вот таким образом можно сделать вывод что сама руль высоты на бинарике должен располагаться строго горизонтальном при центровке по штатным меткам и можно посмотреть что вообще на серво выходах получилось после триммирования для этого открою открывай график rsi out си 6 это мой руль высоты точнее не мой а моего бинарика видно что график 1000 данные 1500 то есть роль высоты нисколько не триммировался как он был так и есть и смотрит при этом в принципе летит ровно в мануале и c3 сигнал управления элеронами видно что элерон и маленько триммировались потому что они мне были 1500 оставили 1487 хорошо с центром тяжести я разобрался в центре тяжести должен быть примерно по штатным меткам я разобрался с триммированием далее можно посмотреть что с пидами пиды смотрятся по графикам target и actual в данном случае по пичу я вижу что по пичу примерно пиды подобраны нормально графики совпадают возможно маленько маловат п пупичу поскольку так target они даже великого твои возможно маленько возможно маленько великого то что есть такие вот участки но возможно это просто из-за ветра хорошо теперь смотрим что порогу смотрю график target и кто порогу а вот по роллу видно что п великого то поскольку таргет от актуал довольно таки сильно отличается практически в два раза то есть п по роллу стоит уменьшить это однозначно первую виду п и д по роллу и посмотрю что будет я вижу что так сливаются графики я вижу что д довольно таки сильно прыгает по роллу поэтому я могу предположить что нужно понижать как п так и д но это не точно с д я пока еще до конца не разобрался второй вывод который можно сделать из логов то что пиды в принципе по пичу нормальные поролу великоваты нужно потюнить автотюнами пользоваться не буду буду тюнить вручную итеративно по логом то есть сейчас помню уменьшу процентов на 10 слетаю еще раз посмотрю лог и так далее так что можно дальше еще проверить можно посмотреть качество работы барометра для этого я выжил график baro alt и gps alt напомним что барометр у меня накрыт черной мохнатой поролон очкой вот видно что графики высоты по барометру и по gps у примерно совпадают о чем можно сделать вывод что в принципе барометр работает корректно но ошибка конечно по барометру может накапливаться поэтому раз синхрон возможен так далее что еще можно проверить да я вывел интересный факт конечно опытные товарищи могут может быть уже то и знают так это потрошилово дунная гора вот номера для этого я вывожу график бат карант сетюн троту лаут и gps speed вот масштабировать их никак не буду пускай как есть что интересно при стопроцентном газе и при нулевой скорости потребление тока примерно 35 ампер 36 ампер при стопроцентном газе но при скорости 25 сколько там 20 до 25 до метров в секунду это примерно 84 километра в час потребление тока снижается до 25 ампер вот такая вот разница потребления тока в статике и динамики как видно уровень газа в это время держится сто процентов но потребление тока падает при наборе скорости вот так же тут экспериментировал пытался лететь с маленьким уровнем газа 50 километров в час практически летит на 4 амперах 44 245 по моему не дурная эффективность вот что еще пробовал то свалить в мануале но вспомнил что он вспомнил что у меня настроены лимиты в мануале поэтому я не стал до конца сваливать попытался газ скинуть до двадцати пяти процентов скорость упала там до 12 метров в секунду воздушная так воздушная скорость до 12 метров в секунду упала воздушная скорость это примерно 35 километров в час поэтому предполагаю что скорость сваливания для моего именно бинарика ну вроде 30 километров в час так что еще нужно узнать а посмотреть вибрацию написал что мне резонансы дикие вибрации дикие вот посмотрите вибрации вибрации не превышают 5 то есть согласно официальной документации вайп x вайп y вайп сетт не должны быть выше 15 метров в секунду в квадрате у меня же вибрации меньше 5 метров в секунду в квадрате и только на максимальном газу вот видно что пике до 15 поднимаются до 14 вот максимальный пик 13 и 2 метров в секунду в квадрате при этом по документации говорится что нормальные значения меньше 15 а максимальные приемлемые значения ниже 30 метров в секунду в квадрате то есть в принципе с вибрациями меня все прекрасно на самом деле да как раз полетный контроллер показывает те вибрации которые фактически есть они то что там слышатся на видео в виде звуков эффектов и прочее то что звук такой на курсовой камере это просто рекордер находится внутри пенопластовой тушки там все резонирует звук усиливается и получается такой эффект вот так что еще можно посмотреть а ну и вот когда клип появляется это вообще все плохо можно посмотреть клиппинг это мне точно нет клиппинг он может появляется в момент касания земли при посадке вот коснулся земли на клипинг сразу бац подскочил до 5 но это момент посадки до этого все по нуля да у меня установлен сонар на самолете я хочу поэкспериментировать с автопосадкой но когда не попозже и сейчас покажу как он работает вот такой график сонара сонар дешевый там в пределах 500 рублей и как видно график у него не совсем хороший то есть такие провалы когда санкции считается там 0 но в целом как бы закономерность есть не знаю как автопилот отнесется к этому будет ли он учитывать эти провалы или нет но конечно датчик не идеальный лидар наверное более качественный но еще полетаю подблюдаем может быть его стоит убрать поглубже фюзеляж возможно его задувает потоком воздуха его начинает глючить не знаю поэкспериментирую пока что до автопосадки еще далеко датчик воздушной скорости я пока еще не калибровал там него есть два способа калибровки автоматический ручной на основе анализа логов но я пока еще сильно не вникал в это как только я разберусь выпущу отдельное видео по калибровке датчика воздушной скорости на этом пожалуй все следующий раз я проверю автоматический взлет тайков и расскажу про него как он настраивается когда разберусь с калибровкой датчика воздушной скорости также расскажу поделюсь с вами опытом чтобы не пропустить подписывайся на канал и жми на колокольчик если видео понравилось как обычно ставь лайк этому видео а я прощаюсь пока пока